Мы будем спешить и тайну этого человека откроет наше телевизионное досье. Валерий Головко, композитор, поэт, пианист и аранжировщик ансамбля «Песняры» в середине 80-х годов. Учился в Ленинграде, где с отличием закончил эстрадное отделение ЛГИК по классам фортепиано и саксофона. 12 марта 1984 года в Ленинграде прошел авторский вечер композитора. В 1988 году ушел из музыки, а в 1990 в связи с личными обстоятельствами уехал из Советского Союза. Второе образование получил Ша, профессионал в области моделирования структур управления в бизнесе, президент корпорации SFGAK Сан-Франциско. В музыку вернулся ровно через 10 лет первым композиторским альбомом «Исповедь», после чего написал еще два альбома, где выступил не только как автор музыки, но и как автор слов всех песен. В 2000 году получил предложение от звукозаписывающей компании Голливуда писать музыку для кино и в течение полугода закончил работу над первым фильмом. В 2001 году признан Ша персоной с экстраординарными способностями в искусстве. Ну что же, тайна открыта. Мне остается только сказать, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. У вас есть уникальная возможность задать нашему гостю вопросы по телефону 211-76-45-266-89-10. Итак, у нас в гостях поэт, пианист, композитор Валерий Головко. Добрый день. Добрый день, Валерий. Улыбайтесь. Здравствуйте. Прежде всего, я хотел бы сказать, что для меня большая честь быть приглашенным в столь значимую передачу Белорусского национального телеканала. Наш прямой эфир проходит 29 декабря, и мы не можем не испытывать влияние приближающегося новогоднего праздника. В иной ситуации я бы просто отвечал на вопросы ведущих, но сегодня мне хотелось бы создать особое настроение в этой передаче. Я знаю, что тысячи людей сейчас смотрят на меня, и я представляю себе этих людей. Я представляю себе маму, которая суетится на кухне, между делом поглядывая в экран маленького телевизора. Я представляю себе бабушку в непременных очках, разместившуюся уютно в глубоком кресле у экрана большого телевизора советских времен. Я представляю себе папу, который оставил свой экран после трудового года. Дедушку, который тщетно борется со сном. Вернулись с утренней службы верующие. С рынка вернулись атеисты. Либералы посмотрели все новостные передачи, перескакивая с одного российского канала на другой. Истинные патриоты, такие как моя мама, наоборот, никуда не скачивают и смотрят всегда только белорусский национальный телеканал. Глядя в экраны телевизоров, потихоньку набирают калории мусульмане, приходя в себя после длительного поста. Вздыхают по прошедшей хануке иудеи, продолжают праздновать Рождество Христово католики и готовятся к празднованию этого великого праздника православные христиане. Как хорошо, что мы живем в стране, в которой люди умеют уважать друг друга. И я хочу сказать этой стране, добрый день, Беларусь! У меня получилось удовольствие? Браво! Очень серьезно! Друзья, все дело в том, что Валерий буквально до нашего включения, ну просто искрил шутками, улыбками, и вдруг такая резкая смена настроения, так серьезно. Романтик, сразу романтик. Я даже заслушался, Валерий, спасибо. Но все-таки предлагаю вам вернуться к фильму. Итак, новогоднее приключение, либо пояс номер один. Скажите, пожалуйста, как пересеклись ваши пути, вас как композитора? В финале этого фильма звучит песня, просто потрясающая песня в исполнении Валерии Дайнека. И Инна Афанасьева, да. Просто классная песня. Как вы нашли друг друга, я имею в виду создателей фильма, и вы? Как это произошло? Произошло, как всегда. Это происходит, наверное, каким-то полуслучайным образом. Дело в том, что мы благодаря этому фильму познакомились с Иваном Пенигином. Мы раньше не были знакомы. Вот, и, в общем-то, это знакомство, видимо, произошло благодаря Егору Христалеву, потому что я показывал материал, я предложил вообще три варианта новогодней песни в зависимости от того, каково настроение фильма. Вот, и один из этих вариантов был избран. Я должен сказать, что времени было, как всегда, уже мало. Вот, ну, так бывает всегда. Тем не менее, мы в короткие сроки справились с задачей. И помимо Валерия Данека и Инфанасьева над этой песней работал еще Владимир Ткаченко, глубоко уважаемый мной человек и музыкант. Буду услышать его замечательное соло в этой песне, он программировал эту песню. Вот, и я должен еще сказать, что песня записывалась на студии телевидения под руководством Валерия Гребенко. Так, Валерий, ну вот так это подробно о песне, подробно как бы вот об исполнителях, но все-таки. Я вот для себя никак не могу понять, как люди попадают в Голливуд, как люди встречаются вот с Иваном Пенигином, с Владимиром Минковским, с Егором Хрусталевым. Это же, это же как бы счастливые встречи. Вот вы встретились, что-то поговорили, и шедевр у нас на экранах. Это случайность на самом деле. Вы знаете, когда актерам и актрисам задают вопросы о том, как они попали в театр или на экраны кино, они почти всегда рассказывают о каких-то случайных встречах. Но за каждой случайностью, конечно, стоит некая фундаментальная предопределенность. То есть я 4 года уже занимаюсь исключительно музыкой, я пишу музыку. И в том, что пересеклись пути, на мой взгляд, нет ничего удивительного. Слава Богу, что эти пути пересеклись, друзья. Я предлагаю вам как бы вот перейти от наших слов к прямому делу. Небольшой фрагмент именно из фильма и именно песенки в исполнении Валерия Дайнека и Инны Афанасьевой. Новогоднюю ночь на первом национальном телеканале смотрите в фильме «Новогодние приключения» или «Поезд номер один». Новый год чародей собирает друзей в этот вечер. Это праздник для нас, знаем, близится час новой встречи. Так недолго нам ждать, чтобы снова сказать «С Новым годом, друзья!» Увидимся в «Новогоднюю ночь». Итак, дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в студии замечательный композитор, поэт, пианист Валерий Головко. И вы можете задавать ему вопросы по телефону 211-76-45-266-89-10. Валера, ну вот скажите, пожалуйста, вы когда, мы знаем даже такую информацию, что вы написали музыку голливудскому фильму, и музыку просто прекрасную. Вот что первое, музыка или фильм? Или вам нужно посмотреть фильм и знать, кто герой этого фильма? Или просто вы знаете тему, и этого достаточно? Я бы не взялся писать на тему, которая не близка моей душе. Тема этого фильма – одиночество. Я не мог бы сейчас со стопроцентной уверенностью сказать о том, что все с этим фильмом будет хорошо, потому что он должен был начать сниматься в октябре, начало съемок должно быть в октябре. Но была забастовка в Голливуде очень долго. Актерство потом состоялись, события 11 сентября. Съемки еще не начались. Но благодаря этой забастовке, в общем-то, мы… Извините, Валерий, а кто бастовал-то в Голливуде, интересно? Бастовали актеры и… Ого. Да, но… Денег мало, наверное. Суть вопроса заключается в том, что они, в общем-то, требовали отчислений от подажи видеопродукций. Не только гонорарных денег. Давняя проблема, да. Вот, и, собственно говоря, но эта забастовка позволила Николсону и Фиджеральду приехать в Москву. Мы с ним встречались там, я им обоим отдал уже… Я успел к этому моменту как раз записать музыку в демо-варианте, конечно. Вот, что же касается того, как это произошло, ну, все как бы не очень понятно. Я зарегистрировал права на свой альбом «Первый исповедь» в Библиотеке Конгресса США. Вот, ну и вот, музыка этого альбома, невзоряя на то, что ее слушали люди, которые не знают ни один человек, ни одного слова по-русски. Вот, ну, просто так получилось. Вообще-то мне предложили писать музыку в четырем фильмах за два года. Вот, но я попросил на исполнение год и один фильм. То есть, вот так вот… Стрепетно относитесь к работе. У нас есть телефонный звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вообще, Новый год, я хочу поздравить, я хочу поздравить с Новым годом. Новый год – это действительно большая сказка. Я бы хотела узнать у нашего гостя, какие у него задумки на будущий год и мечты, которые я хотела бы, чтобы он был исполнен в этом году. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. О чем вы будете загадывать на «Годние ночи»? Да это не будет связано с музыкой, конечно. Так сказать, это достаточно личные вещи, я их не буду озвучивать. Конечно. Но что касается музыки, то в следующем году у меня планы приблизительно такие. Я закончил работу над вторым и третьим альбомами. Альбом «Славянский мальчик» я уже записал в демо-варианте, то есть спел просто с аранжировками весь альбом сам. Но в конечном итоге в продакшен это так не будет, конечно. У меня задача реализовать, к концу года реализовать вот этот проект со вторым альбомом в ближайшем моей перспективе. Ну и, конечно, у меня в планах стоит запись с оркестром уже музыки с 28 по 30 апреля в Лос-Анджелесе. И пока это стоит в планах, я думаю, в надежде, что это осуществится. Очень бы этого хотелось. Вы знаете, вот композитор для многих из нас все-таки какая-то тайна определенная. Но вот музыкант, понятно, человек, владеющий инструментом, композитор. Все-таки в семь нот, а музыка настолько разная. Музыка, которая заставляет улыбаться, плакать, супереживать. Из семь нот, как проходит процесс создания музыки? Это рабочий стол, это метание по комнате, это где-то на природе? Я не думаю, что... У вас лично как это происходит? Вопрос, как это происходит, мог бы ответить хоть один человек на земле. Потому что, ну, это моя субъективная точка зрения, это не очень связано с земным. Что касается механизма, технической части, в моем случае это происходит обычно так. Я живу ни о чем не подозревая, и, в общем-то, у меня какие-то планы на очередной день. Но в какой-то момент этого дня у меня вдруг тянет к инструменту, я сажусь, играю, уже готовый материал. Внутренний голос. Ну, нет, ну, я не знаю, но как-то получается... То есть рабочего графика у вас там с девяти до пяти нет? Нет, с девяти до пяти подвиг. Это не писательский подвиг, знаете, как у Пемхгаузена, да? Подвиг. По-моему, у нас телефонный звоночек есть. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Вопрос Валерию Головко, если разрешите. Да, конечно. Скажите, вы много работали за границей, сейчас пишете музыку в Беларуси, и хотите, чтобы ее исполняли российские артисты. В этой связи вы себя считаете гражданином мира или, в первую очередь, гражданином Беларуси? Благодарю вас за этот вопрос и отвечу на него со всей большевистской прямотой. Для меня существует только одна родина. Это та страна, в которой я сейчас нахожусь, в которой я живу. То, что я не гражданин этой страны и никогда не был гражданином Беларуси, не моя вина. Я уезжал из Советского Союза, и меня лишили гражданства Советского Союза. Меня никто не спрашивал, почему мне приходится делать это. И никто особенно не задавался вопросом, почему человек, который благополучен во всех смыслах, у которого есть имя, который материально обеспечен, уезжает из страны никуда, потому что у меня там не было абсолютно никого. Это никого не интересовало. И, собственно говоря, когда я вернулся сюда, а я уже много лет живу постоянно в Беларуси, хотя, видно, жительство я получил только два года назад, я ощущаю себя гражданином этой страны, всегда ощущал. И, мало того, мой дом, в котором я сейчас живу, это самое мое любимое место на Земле. Плюс к тому, здесь живет моя мама, моя сестра, очень близкие мне люди. Они все граждане Беларуси, и моя жена. И я знаю, что они смотрят сейчас эту передачу, и передаю им параллельно привет с ответом на этот вопрос. Замечательно. Давайте прервемся на несколько минут, посмотрим нашу традиционную рубрику «Календарь», где мы узнаем, на какие события богат сегодняшний прекрасный предновогодний день, 29 декабря. И, конечно же, вернемся в студию, и вы сможете задать вопросы нашему гостю. — Вы знаете, меня композитором до сих пор еще не признали. Видите, я же не член союза композитов какой-либо страны. Я еще не признанный композитор пока. — Пожалуйста, а ваши работы в кино на эстраде? — Ну, дело в том, что... — Или для этого нужно быть обязательно членом союза композиторов? — Нет, но здесь-то да. Может быть, где-то нет, а здесь-то да. Но что касается того, когда я начал писать музыку, то осознанно, то сохранившееся у меня первое произведение — это 15-летний возраст, первый курс музыкального училища. Вот я писал тогда почему-то полифоническую музыку, совсем далекую от, скажем, музыки эстрадной или что-нибудь такое. — Еще один телефонный звонок. Алло. — Алло. — Добрый день. — Добрый день. Ну, с наступающим вам годом. — Спасибо. — Успехов вам на Белорусском национальном канале. Я думаю, что больше будет интересных езей и своих езей, а не копированием там чего-то. Из Востока или из Запада разницы нет. А вопрос у меня только к гостю. Ну, в общем, я доволен, что вы являетесь гражданином Белоруссии, то есть получили вид на гражданство нашей республики. Ну, меня немножко смущает, когда говорят «эта страна», я говорю «наша страна». Даже космополитеры российские уже эту американскую привычку говорить «эта страна», в общем-то, ну, они стали говорить «наша страна». Даже самые-самые такие космополитеры, как Татьяна Толстая. Ну, вы знаете, что писали? — Да, да, да. — Да, да, конечно. У меня вопрос такой, вот вы не собираетесь бы на поприще продюсерского себя как-то, в общем-то, ну, продюсером стать, потому что у нас же тоже талантов очень много в Белоруссии. Вообще, славянская нация, она очень талантливая нация, и славянский мальчик, ваш альбом, вот, наверное, я думаю, тоже, в общем-то, к этой семье отношения имеется. Вот, может, у вас какие-то есть, вот, то есть вы увидели у нас таких молодых людей, которых можно дальше двигать, нужно же помогать им правильно. У вас, я думаю, может, даже хватит и связи, и денег, чтобы это делать, и любви к своей стране. — Спасибо, пожалуйста, вам большое за вопрос. В принципе, больная тема для многих. — Ну, я бы ответил на этот вопрос, я бы рассмотрел его с нескольких позиций. Дело в том, что я начал бы с того, что ведь в славянских странах не любят умных и талантливых людей. И, в общем-то, мы можем исторически проследить ретроспективно, как трагически заканчиваются их судьбы здесь. Это одна из бед, которые необходимо было бы преодолеть славянам для того, чтобы сохранять лучший генетический фонд здесь, у себя дома. Мне, признав меня выдающимся в искусстве или экстрадинарной персоной в искусстве, Америка дала мне статус и статус всем членам моей семьи, включая мою дочь от первого брака. Америка говорит, приезжай и работай, вот тебе все условия, вот тебе самый престижный статус. К сожалению, глубокому нам еще придется этому здесь учиться. Что касается моих возможностей, я не лукавлю, поверьте. Я сейчас стою перед очень сложной психологической дилеммой. Я четыре года посвятил себя исключительно музыке. Но у меня сейчас возникла семья, у меня родился ребенок. И я испытываю сложности с тем, чтобы позволить себе просто писать музыку, потому что я не зарабатываю деньги уже четыре года. И живу только за счет того, что заработал раньше. Это очень сложные штуки. Но сегодня, учитывая, что все-таки мы находимся накануне праздника, я бы завершил ответ на этот вопрос на оптимистичной ноте. Конечно, в Беларуси очень много талантливых людей. Очень много. И я знаю многих из них лично. И я не считаю, что то обстоятельство, что люди работают внутри страны и пока не имеют выхода на международную арену, каким-то образом должно кого-то смущать. Не нужно страдать периферийным комплексом. Госпожа Бьорк живет в стране и родилась и выросла в стране, которая никак не больше ни по каким позициям в Беларуси. Не по численности населения. Ну, может быть, территориально. И тем не менее, этот человек... Здесь важна преданность идеи. Просто если человек, простите меня за жарганизм, если человек в душе попсовик, а для меня это человек, который профессиональным своим трудом не ставит задачу перед своим профессиональным трудом служение идее, а ставит задачу зарабатывания денег. Вот она служит идее, ее знает весь мир, ее она пишет для Голливуда. Так что вот... Так есть ли у наших белорусских исполнителей возможность, может быть, в этом бутере содействовать или нет в раскручивании, так модное сейчас нынче слово, на Западе, пропаганде нашей белорусской песни? Господа, глядя прямо в камеру, глядя прямо в камеру, столько, сколько я мог сделать для того, чтобы пропагандировать белорусское искусство, я сделал. Когда я... значит, моя песня «Мама» звучала в утренней почве на УРТ, я предварял этот показ, я сказал о том... Это заканчивалось фразой «Сделано в Белоруссии, сделано с душой». И я перечитываю всех людей, которые принимали участие в создании этого клипа. Валерий, мне не хотелось бы так говорить, я уже все сделал. Я уже... Нет, я сделал на данный момент, видите, сколько я мог, я столько сделал. Пусть главное будет впереди, и очень хорошо, что вы затронули эту песню. Это действительно шедевр, не боюсь этого слова, потому что он трогает, ну, самые сокровенные струнки души каждого человека. Сейчас вы сможете услышать эту песню, музыку, которую написал Валерий Головко. И прекрасный клип исполняет эту песню Валерий Дайнека. И Камерата. И Камерата, да. И Камерата. КОНЕЦ Приглушив гостиной свет Мама, посидим в тишине Слов не нужно ни мне, ни тебе Чтоб друг друга согреть Как умел я, так и жить Мама, обо мне не грусти И за все, чем грешил я в пути Не суди, но прости Мама, мама Сквозь годы разлук Я снова вернулся к тебе Мама, мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Дал я дочери твое Имя и в минуты не взгод От бессилья меня бережет Отражение твое Мама, мама Сквозь годы разлук Я снова вернулся к тебе Мама, мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Мама, мама Мама, мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Приглушив гостиной свет Мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Мама В душе берегу все то, что сказать не сумел Об этом, что в клипе снималась ваша мама Это была чья идея Ваша снять маму Вы знаете, это даже не идея Я просто не представлял себе Как это может быть иначе Если честно, то для меня Это одно из самых моих важных достижений музыки Что моя мама снялась в этом клипе Надо сказать, что Игорь Пашки еще очень хвалил Как актриса Действительно, изумительная история Целая история И, кстати, ни в одном эфире и ни в одной из статей я этого не озвучиваю Здорово, настоящий подарок моя Это режиссер этого клипа Юрия Пашкевича Игорь Пашкевич Игорь Пашкевич, так же клип просто был потрясающий У нас есть телефонный звонок, алло Алло Здравствуйте 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 Вас двоя сослужда Да, пожалуйста Расскажите, пожалуйста, поздравить вас с наступающим Новым годом Спасибо Спасибо Меня вопрос гвоздил Скажите, пожалуйста Вы звонили когда-нибудь о том, что пригласили сотрудники с вас Белорусский написанка Спасибо А я так полагаю, песниры имеются в виду? Жалеете ли, что прекратили сотрудничество? Дело в том, что я сотрудничество не начинал Если вы имеете в виду белорусских песниров Они никогда ничего не пели из того, что я пишу У нас были работы с Валерием Дайнека То есть мы записали альбом Исповедь 10 песен спел в этом альбоме Идя Беснина Афанасия Вот сейчас еще записали К новогоднюю сюрпризу Почему такой выбор? Именно вот я заметил Очень много ваших песен исполняет именно Валерий Дайнека Ну, это уже общее место Так сказать, отношение моего к Валерию Дайнека Как к профессиональному персону Поет больно хорошо, правда? Да, я хочу сказать, что он просто высокий профессионал Это да Певец мира такой, согласен Еще один звоночек очень хотелось бы послушать Алло Говорите, пожалуйста, вы в эфире Алло Да, добрый день Здравствуйте 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 Я вот совсем недавно переехал в Минск И теперь Начал в твоих Валерию уже Поздравляем И вопрос у меня был такой Я с 71 года как-то вот-то наблюдает Общаетесь ли вы вот сейчас С теми и другими Ну, как я с ним разучал Такие, общаетесь ли вот с Муляевым, Борткевичем И что вы думаете по поводу того, что без мира разделили Да Тема наша Я все-таки отвечу на ваш вопрос И отвечу очень коротко Видите, дипломатичность не худшая с качеством человека Вот Я С некоторыми из песняров общаюсь Ближе всего я общаюсь с Владимиром Каченко Вот ответ Спасибо Валерий, во-первых, вы, я не знаю, потрясающий ведущий Даже телевизионный ведущий Мы начинали с этого И мне очень понравилось У нас сейчас традиционная рубрика Делкаторов И я просто вас Предлагаю вам ее как бы представить Объявить, пожалуйста Вот, да, рубрика В этой рубрике будет несколько кусочков из моих телевизионных передач На российских телеканалах Но самое главное заключается в том Что на протяжении вот минуты, которые будет идти эта рубрика Внизу титром будет дан адрес моего сайта Вы понимаете о том, что о музыке невозможно рассказывать Поэтому я предлагаю вам заходить на мою страничку интернетовскую Вы там сможете послушать все три моих альбома Музыку, кино Почитать много интервью, поэзию В общем, там достаточно много материала для тех, кто интересуется Значит, кому это будет интересно Если нет возможности зайти на интернет То я вас адресую И хотели бы подробнее что-то знать в моей биографии Зайдите, не зайдите, почитайте Газету «Советская Беларусь» 27 ноября 99-го года 27 ноября 99-го года А если нет и такой возможности То тогда пишите в редакцию передачи «Добрый день, Беларусь» И редактор этой программы, Ирина Пегальская, уже взяла с меня слово Что если писем будет много, я обязательно приду и расскажу подробнее Я и помещал Вот, что я бы хотел сказать преддвери рубрика А сейчас рубрика Да, отдел кадров Как бы понятно, но все-таки можно пояснить, что это такое Постараюсь очень кратко Почему славянский? Постараюсь очень кратко Почему только славянский? Почему только славянский? Есть же еще мусульманские мальчики, иудейские Разумеется Да Но дело в том, что о мусульманских мальчиках будет писать мусульманский мальчик О иудейских мальчиках будет писать иудейский мальчик Славянский мальчик пишет о славянских мальчиках, здесь все просто. Я решил посвятить свою жизнь музыке, тот остаток ее. Я не знаю, сколько я смогу в музыке просуществовать, будет ли она кормить меня, смогу ли я зарабатывать на жизнь этим. Но если мне удастся работать, я хочу что-то сделать для своей нации. Сегодня связенные каналы и FM-станции сориентированы таким образом, что огромная масса людей, проживающих в России, находится на самом деле в музыкальном вакууме. Я собака по году рождения, и сейчас мы с участниками поменяемся ролями. Мы оценивали их инфектуальный уровень в данную минуту, а сейчас я предложу оценить мой инфектуальный уровень. Есть мысль человека с такой замечательной фамилией, она замечательно звучит в наше время. Его зовут Архилох, не просто какой-нибудь Архилох. Он сказал, что несравненный дар могучая стойкость души, с ней в жизни ничего не страшно. Добрый день, дорогие друзья. Валерий Головко. Вы только что имели возможность видеть его выступления в различных телевизионных программах, а сегодня он у нас и у нас есть телефонный звонок. Если можно, алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Валерик, дружище, ты наверняка понял, кто это с тобой разговаривает. Уже да, конечно. Понял. Это Павелий и все гомельчане в его лице. Во-первых, приветствуют тебя, естественно, и поздравляют с праздником. Спасибо. Ты сам прекрасно знаешь, что мы тебя все безумно любим. Ты как бы наша гордость, там, прочее, прочее, прочее. Меня уверен к тебе вопрос. Последний раз мы с тобой виделись в Москве, и та песня, которую ты написал для Голливуда, какова ее судьба? Да, именно она прошла, которая безумно мне понравилась. И ты сам знаешь, о какой вещи я говорю. Вот, какова судьба. Еще раз, мы тебя все обнимаем, целуем, всех-всех тебе благ. Спасибо. Привет, Владимир. Да, это друг детства, с которым мы дружим уже более 30 лет. Хоккейщик, футбол играет детстве, да? Да. Да, я передаю всем ребятам, всем гомельчанам большой привет. Я гомельчанин, я до 19 лет рос в этом городе. Кратко отвечаю на этот вопрос. Мы начинали с этого передачи. Не могу сейчас утвердительно ничего ответить, но вроде бы дата записи музыки с оркестром сохраняется на конец апреля. Так что подождем конца апреля, и, видимо, я смогу уже что-то конкретное сказать в мае месяце. Валерий, вы очень близко знаете технологию шоу-бизнеса. Нас очень часто пугает, что шоу-бизнес – это что-то такое ужасное, там нет никаких порядочных людей, это мир несумасшедших денег и что-то непонятного. На самом деле это так. Есть ли там порядочные люди, и как вообще строится шоу-бизнес, может быть, очень коротко. Я бы не строил каких-то таких ужастиков, то есть не говорил бы об этом, как о чем-то ужасном. Ну, смотрите, сегодня очень популярный певец Николай Басков. Если бы мы задумались над тем, что он оперный певец, то мы бы сразу поняли, что ему, конечно, по определению не грозила судьба Атлантова, я уж не говорю о Концовском или Лемешеве. Он взял правильный выбор. Анастасия Волочкова, значит, та же самая картина. При Ульяне Лопаткиной в Кировском и Ананиашвили в Большом, значит, и, скажем, после Семеняка, Бессмертного и так далее, она реально оценила, она красивая женщина, реально оценила свои силы, и она зарабатывает деньги. Ну, делает правильно, она продает то, что она может продавать, да? Далее, я не осуждаю... Так все-таки она продает, либо кто-то ее продает? Ну, в первую очередь продает она, конечно. Смотрите, Анна Курникова в теннисе, то же самое. Переход из любительского фигурного катания, профессиональное, то же самое. Это все мы говорим по ППСе. Я не осуждаю людей, у которых нет потенциала более, чем на ППСу, но я совершенно иначе отношусь к людям, которые призваны небесами делать значимые вещи и не спускаются до ППСы. И я, в общем, сейчас приведу один коротенький пример на 15 секунд, рискуя навлечь на себя, так сказать, гнев. Нет, за 15 секунд нет. Значит, дело в том, что когда я посмотрел «Сибирский цирюльник» фильм, я очень с большим петентом отношусь к Никите Сергеевичу Михалкову, но я был просто шокирован. Чем? Я объясню. Дело в том, что он коснулся, ну, важнейший на сегодняшний день для всех у нас темы национального достоинства. И сделал это не глубоко, как бы он мог. Ну, мы видим его фильмы предыдущие, «Утомленное солнце», просто шедевральный фильм. Очень интересно. Вот это есть ППСа в кино. Никита Сергеевич не бедный человек. И мне очень трудно понять, что его на это подвигло вообще, да? Не знаю, я не согласна. Я готова спорить с вами. К сожалению, нет времени. Я ближе к минию Валерии. Я убеждена только в том, что, вообще высказываю свою мысль, если позволительно, что он хотел сделать это максимально. Другое дело, что, может быть, этого не получилось. Он сделал это очень хорошо, но не глубоко. Слушаем три телефонных звонка. Алло. Успеем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоят в Гомельской области. Слушаем. Мы хочу поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать всего хорошего. Спасибо. От вашего гостя исходит такое положительное тепло, он издает, что просто мы у крана своих телевизоров это почувствовали. Спасибо. И хочу задать ему такой вопрос. Что он любит больше всего? Дарить подарки или же получать? Спасибо и всего доброго. Не замедлительно. Если можно очень быстро. Не замедлительно. Одним словом. Дарить. Дарить. Такой блиц. Следующий звонок. А, к сожалению, все. У нас, да, у нас тепло со временем. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что это не последняя встреча, убеждена в этом, с Валерием Головко. Поэтому спасибо огромное, Валерий. И мне осталось только познакомить вас с программой, которую вы сможете увидеть на Первом национальном телеканале. Итак, сразу после нашей программы вы сможете увидеть четвертую серию прекрасного детского фильма «Гости из будущего». В 18.30 фильм «Осторожно, двери закрываются». Скажу только, что мелодрама, фанаты мелодрамы, я думаю, что оценят ее по достоинству. Ну а в 22 часа 00 минут вы сможете встретиться с любимыми артистами белорусской и не только эстрады в программе «На перекрестках Европы». Всего вам доброго. Доброго дня. Доброго дня.